Это доклад, наверное, идеей, про то, что я буду рассказывать, оно лучше всего применимо к тому, к коллаборативным приложениям. То есть там, где люди, одновременно несколько людей заходят в один и тот же документ. То есть, ну, как бы просто там заполнение форм, ну, наверное, нет особого смысла в этом. Вот, да. Ну, вот, типа, несколько человек заходят отдельно, там, графический редактор, текстовый редактор, еще что-то. Ну, они одновременно что-то редактируют. Вот есть поток конкурирующих правок, да, изменений, и их нужно как-то сливать. Ну, вот, собственно, про это так концептуально, собственно, и доклад. Даже немножко переформулируя, насколько сложно строить такие приложения. Значит, один из основных подвохов с этой проблемой, да, ну, то есть есть проблема, и один из основных подвохов в том, что ее даже трудно объяснить, что это проблема. То есть не все люди понимают, ну, то есть там, о чем речь вообще, в чем затык, в чем засада. Как бы некоторые думают, что их не касаются, там, пишут мобильные игры, некоторые думают, что они пишут на статически типизированном языке, и так все нормально. Вот. И только небольшой процент людей понимает, что несмотря на то, что это звучит, как бы, просто и вроде бы ничего сложного нет, на самом деле, если закопаться в подробности, там все очень-очень сложно. Вот. И, как бы, мой доклад, собственно, вот про эту проблему. То есть если мы хотим сделать что-то быстро, то есть первую версию, минимал, там, viable product, да, это сделать легко. Это, ну, как бы, блин, берете там простейшие какие-нибудь API на коленке, накидываете фечь, еще что-нибудь, обработку ошибок, оно все работает. Если же мы начинаем беспокоиться о таких вещах, как консистентность, надежность, там, уважать действия пользователей, делать наилучшее, возможно, там, ну, восстанавливаться от ошибок и так далее. Короче, вот эта вот вся нижняя часть, если мы, там, типа, паримся об этом, все становится резко, гораздо сложнее. Вот. Ну, и, собственно, доклад я предлагаю сделать вид сегодня, что мы об этом паримся, хотя на самом деле, ну, часто, там, можно на эти вещи, конечно, забить или закрыть глаза. И, ну, и так в большинстве случаев делать. То есть на сегодняшний момент, там, как бы, решение в индустрии основное, типа, а, пусть оно как работает, как работает, а, типа, там, ну, иногда будет что-нибудь ломаться, ну, и фиг, как бы, с ним. Вот. Мы будем смотреть на, ну, как бы, такой лейтмотив. Самое простое, что можно придумать вообще, ну, из коллаборативных приложений, что я смог придумать, да, это счетчик. Это счетчик с одной кнопкой, который, как бы, общий у всех. То есть все видят одно и то же число, нажимают кнопку, каждый человек нажимает кнопку, и он увеличится на единицу. И все это синхронизируется через сервер. Вот. Значит, здесь вот есть URL, на который нужно зайти. Он же там вот вверху написан. Вот здесь вот URL, и вот здесь вот, если вы на него зайдете, вы, собственно, увидите счетчик, на который нужно нажать. И вот здесь вверху презентации, там вот будет количество кликов отображаться. Да. В общем, мне нужно, чтобы вы зашли и несколько раз понажимали, хотя бы несколько человек. Вот. А минут через 5-10 я покажу статистику по кликам и проблемам, которые там получились, не получились. Надеюсь, что получится. Вот. Вроде с ноутбуками не очень много. Да, конечно. Но она вверху не очень видно, да? Bitly UWDC 2018. Так. Значит, ну, собственно, теперь про… возвращаемся, типа, к докладу. О, уже 18 человек зашло. Круто. Только счетчик что-то не считает. Блин, да. Я ведь проверил, я ведь проверил. Окей, это часть доклада. Пошла коту под хвост. Окей. Я понял, в чем проблема. Я пофиксил права, потому что на всех предыдущих докладах, где я это показывал, народ быстро хакал страницу и писал всякие там, продам гараж вместо счетчика и прочее. Вот. Вот. Я пофиксил правила, чтобы так нельзя было сделать, но, похоже, не учел вот этот empty state, когда нет ни одного клика еще и ничего не получается делать. Супер, 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 супер. Ну, ладно, что, окей. Не получилось. Ну, я не смог так, как Wi-Fi, подключиться на ноуте, поэтому… Сорян. Ладно. Давайте, как бы… Я расскажу, что вы должны были увидеть. Да, очень жаль. Очень жаль. Да, сейчас, две секунды, давайте попробуем. Спасибо. Окей, я тогда убираю проверку, но вы тогда не хакайте мои счетчики, а просто кликайте на кнопку. Во, все, поехал. Супер. Ха-ха-ха-ха. Как-то оно странно поехало. Ну, ладно. Окей. Все, все восстановили. Да, там-то все-все получится, слайды будут. Так, поехали. Значит, самое простое, что можно сделать, ну, типа, да, какой выбрать транспорт, да? Ну, самая простая проблема, ну, как бы решение, которое здесь будет, это использовать низкоуровневые API, типа fetch API, там, обычного AJAX, GraphQL, еще что-то. Да, то есть что-то очень простое, что посылает запросы, и вам возвращается ответ. Ну, там, веб-сокеты, если, ну, вы хотите реактивность, вы хотите получать апдейты, все такое. Значит, ну, сообщение тоже совершенно реально выглядит, типа set value, new value и в таком ключе. Вот. Какая проблема с таким подходом? Ну, проблема в том, что эти API слишком низкоуровневые, да? То есть приходится все делать вручную. Они как бы, они работают, опять же, как я же говорил, если условия идеальны, если все хорошо, они работают, да? То есть в лабораторных условиях там сервер клиента обменивается сообщениями, и все прекрасно. Вот. Как только что-то идет не так, начинается куча вопросов, которые, ну, очень нетривиальные вопросы на самом деле. То есть в данном случае здесь там сервер может умереть в процессе получения запроса, ответ может прийти из другого сервера, там, тайм-аут может случиться, запросы, ответы могут прийти не в том порядке и так далее. Короче, куча всяких подводных камней. Вот. И если начать на это все там смотреть, да, серьезно, как бы, что вообще происходит, что с этим можно сделать, вот. Точнее, какие проблемы нужно порешать. Там, на самом деле, миллион разных проблем, ну, начиная, там, от банальной обработки ошибок. То есть вы послали запрос на сервер, и вам пришла ошибка там, ну, или connection, когда закрылся, например, да, что вы делаете? Попробуйте еще раз, там, типа, вдруг все-таки сообщение дошло, а сколько раз пробовать, а как часто, ну, и так далее. То есть это уже как бы нетривиальные вопросы сами по себе, да. Вот. Потом что еще возникает? Ну, возникает проблема connection management, то есть connection к серверу, да, если вы установили там веб-сокет-соединение, это stateful, ну, как бы, ну, состояние какое-то, и у него есть переходы, там, там, стоит машина возникает, типа, открывается, открыто, там, закрыто, получает данные, такие вот штуки. Это, ну, сделать это правильно, корректно, очень, ну, нетривиально, да. Когда оно закрылось, когда там открывать новое, там, а не получится ли так, что два одновременно открытые, и так далее. Как понять вообще, что оно закрылось? Вот. Поверх этого накладывается там проблема подписок, да, то есть вы, окей, открыли соединение, дальше вы говорите, я хочу подписаться на этот счетчик. Но, соответственно, это тоже такая stateful штука, типа, вот сейчас я хочу на него подписаться, потом я ушел на другую страницу, уже не хочу, надо, типа, отменить и так далее. Вот. Там запросы могут перепутываться, могут быть рейс-кондишены, типа, ты послал, обнови вот этот счетчик, одновременно там пошел на другую страницу, что-нибудь там не пришло в другом порядке и так далее. То есть, короче, куча головников, которые, ну, как бы, если делать по-хорошему, очень-очень сложные. Если делать как-нибудь, и они не случатся, да, вот этих проблем не случится, все будет нормально. Но обычно они как бы случатся. Ну, как бы, рано или поздно они случатся. Как бы ответ индустрии на это, как бы, почему я вот говорю, что трудно убедить вообще людей, что есть эта проблема, ответ индустрии, что, типа, ну, перезагрузить страницу, если что-то пошло не так. Вот. Но не очень классный ответ, на самом деле, как бы, для светлого будущего. Вот. Вывод из этого, на самом деле, такой. Другой вывод, что то, что принято думать, ну, получение данных это, типа, операция, типа, я вызываю функцию, типа, дай мне данные, в ответ мне приходят эти данные. Что на самом деле это немножко не так работает. Получение данных это процесс. Ну, он, как бы, основное свойство процесса, что он размазан во времени, да, он происходит какое-то там количество времени, и у него есть разные стадии. Вообще говоря, там, стадии не две, типа, послал запрос, получил ответ, а гораздо больше, типа, послал запрос, там, пришел апдейт, там, пришел апдейт, но этот апдейт из прошлого, еще какие-нибудь там штуки, конфликты и так далее. Короче, это длинный, долгоиграющий процесс, которым нужно управлять, то есть за ним нужно следить. И, ну, как бы, неправильно, если думать об этом как операции, то вы попадаете в ловушку, что в терминах операции вы не можете решить те проблемы, вот, которые я перечислил, типа, управление connection, переподключение, там, обработка ошибок, конфликтов и так далее. Если думать об этом как о процессе длительном, да, и кто-то им управляет, то тогда уже это становится возможным. Вот, в этом смысле идеально, если, ну, получается ситуация такая, что на самом деле лучшее место для этого это, собственно, база данных, да, то есть, ну, получается, что вам нужно в ваш браузер засунуть какую-то базу данных, которая может поговорить с базой данных на сервере и решить эти проблемы за вас. А вам, как бы, уже локально, типа, в браузере уже предоставляют, там, готовенькие данные. А все, что происходит между ними, это, как бы, остается между ними. Они снимают с вас эту головную боль. Вот, почему, как бы, ну, почему именно базы данных? Ну, во-первых, как бы, одно из наблюдений в том, что вот эту проблему синхронизации данных, процесс вот этой синхронизации данных, это проблема более-менее общая у всех, более-менее одинаковая, и может решаться кем-то, ну, библиотекой, и не нужно каждый раз писать. Вот. Просто браузер на API, например, слишком низкоуровневый, чтобы ее решить. Вот. А второе наблюдение в том, что там получается такая проблема, ну, штука, что когда ты синхронизируешь данные, недостаточно сами данные перестать. Там еще возникает некое количество мета-информации, чтобы корректно это сделать. Так вот, как бы, лучше, ну, как бы, об этом знает тоже. База данных может, типа, добавить эту мета-информацию прозрачно для вас и не парить вас, иначе вам придется этим заморачиваться самим. Вот. Значит, ну, и как бы, типа, сдвиг в мышлении должен быть такой, что вместо операции у нас там subscription, да, получается, вместо императивных вот RPC-style вот этих, типа fetch, дай мне данные, вот, ответ с данными, мы переходим к декларативному описанию, когда мы говорим, я хочу иметь вот эти данные на клиенте и как-нибудь там, какими-то своими путями доставь их мне, пожалуйста. Мы не паримся каким именно образом. Вот. Хорошо, ну, как бы, большинство сториджей, баз данных, да, которые, собственно, клиентские или там с клиентской частью, они так и делают. Ну, как бы, они как раз, ну, концептуально вот находятся в этом месте и этим они качественно отличаются от обычных fetch API, где ты можешь, ну, где ты, типа, делаешь, получаешь данные через операцию, да, они отличаются тем, что ты декларативно описываешь, я хочу вот эти данные, и оно как-то тебе их доставляет, ты не паришься как именно. Вот. Я не говорю за качество этих реализаций, но концептуально они как бы в правильном месте находятся. Вот. И вторая часть того, что вам нужно, как бы, это, собственно, сами данные. Здесь тоже очень интересный трюк происходит, связан с тем, что нельзя, вот как бы, как мы привыкли, что данные, допустим, есть юзер, у него есть, там, не знаю, ID, name, там, email, еще что-то, да. Вот, если это все данные, которые вы хотите синхронизировать, так не получится, как бы, грамотно синхронизировать, в таком виде не получится. Нужно эту структуру, ну, некоторым образом обогатить, чтобы стала, возможно, корректная синхронизация. Я сейчас покажу, о чем это. Значит, здесь немножко, да, такое философское, опять же, наблюдение с, вот, переходом к распределенным системам. Пока мы программируем локально, там, в рамках одной машины, да, на одном языке программирования, там, в принципе, все классно, все здорово, все локально, все отовсюду доступно и так далее. Вот, это, это как бы такой ньютоновский мир, как бы, в котором все предсказуемо, понятно и логично, да. Когда мы переходим к сетевому взаимодействию между, там, сервером, клиентом, еще к мобильным устройствам, несколькими субъектами, в общем, мы переходим, как бы, к теории относительности. То есть, все становится очень странно, очень нелогично, но, ну, как бы, штука в том, что оно на самом деле так и есть, да, то же самое с общей теорией относительности. Она жутко нелогичная, но она, как бы, более правильная. Вот, просто, ну, как бы, с этим нужно к ней привыкать. Я поясню эту аналогию, как бы, что происходит. Значит, вот у нас есть, значит, сервер в серединке, да, есть два клиента, собственно, независимых, и есть вот наш счетчик, допустим, у него значение 25, оба клиента считали это значение на себя. Теперь у каждого есть своя копия. Значит, один из них кликнул на кнопку плюс два раза, у него теперь значение 27, да, а второй кликнул один раз, у него значение 26. Значит, вот в этот момент, как бы, в мире, да, как бы, существует три одновременных значения, 27, 25 и 26. И, как бы, вопрос, какой из них более правильный, но он не правомерен, да, они все правильно, они одновременно правильно. То есть, вот этот сдвиг заключается в том, что может одновременно существовать несколько значений и одного, одного там, не знаю, счетчика, да, грубо говоря. Это же на квантовую механику чем-то похоже. Вот. Ну, как бы, да, засада в том, что, типа, если они оба попытаются записать это значение, произойдет конфликт. Ну, и, собственно, вот проблема, да, пока они одновременно существуют в разных местах, все хорошо. Проблема в том, что нам нужно вот эту функцию схлопнуть в какой-то момент и опять получить одно число. Вот как это соединить? Здесь возникают конфликты, и конфликты – это, ну, как бы, это, как бы, неизбежная часть вообще происходящего, да, то есть, как то, но поскольку мы используем распределенные системы, в ней есть конфликты по определению. Это точно так же, как там, ну, в квантовой механике волновая функция там существует, и с этим тоже ничего не сделаешь, как бы, она всегда будет, да, неопределенность. Вот. Соответственно, наша, как бы, задача – научиться с этими конфликтами бороться каким-то образом. Или жить как-то с ним, что ли. Вот. Ну, значит, вот то, что я вам обещал. Очень красивая кривая. Значит, да, даже я так не ждал, что такая красивая будет. Значит, что тут происходит? Черный, сейчас у меня вот этот, вот этот черный график, который ползет вверх – это, типа, правильное значение счетчика. Это, когда вы кликаете, там несколько счетчиков одновременно обновляется, на самом деле. Вот. Черная кривая – это, типа, честно посчитать, максимально корректно, насколько я смог там реализовать. Вот. И она, ну, стабильно растет, типа, она достигла значения, там, 12 тысяч. Вот. Ну, как вы видите, что здесь счетчик всего 3 тысячи, да, и что происходит? А кривая внизу – это наивная реализация, когда ты получаешь значение с сервера, увеличиваешь его на 1 и шлешь новое значение. Собственно, ну, засада здесь вот ровно такая, какую я вот здесь нарисовал, да, то есть пока ты слал это значение на сервер, там уже кто-то его напульсовал, да, и, соответственно, ты своим значением перезатираешь предыдущее. Ну, либо, если вы там одновременно по разу кликнули, то засчитается как один клик, а не как два. Вот. Да, это, кстати… Ну, вот. И, собственно, красный – это пример вот этого, да, то есть красный график существенно ниже, и здесь вот есть такие дырки, да, но вначале вот особенно видно, здесь вообще хаос происходил, что счетчик постоянно прыгал вниз, то есть она не постоянно растет вверх, да, она еще и падает вниз. Это когда кто-то там с залипшим интернетом, например, у него, типа, долго отправлялся ответ, он зашел, там, счетчик 20, он нажал, типа, и отправил число 21, за это время накликали 100 раз, например, да, но его 21 затрет там предыдущие 100 кликов. Соответственно, вот такие вот дырки, ну, как бы, я не знаю, насколько реалистично такие падения, может быть, конечно, что-то здесь странное произошло, но, в общем, он как-то так. Вот. И, ну, как бы, значение сильно отличается. То есть, ну, вот в нашем, там, сколько у нас было, 20-30, да, человек одновременно сидел, и уже все, все, все очень-очень плохо. То есть, если не заморачиваться корректностью, то проблемы налицо. Вот. Здесь, собственно, мы видим, что, ну, типа, насколько наивный счетчик отличается от настоящего счетчика. Вот. И самый большой сетбэк произошел с 2702 до 1. Опять же, возможно, поскольку я там не очень гарантирую корректность реализации, потому что там вот в эти значения, которые используются в Firebase, может писать кто угодно, я убрал все проверки, вот. Ну, вот как-то так примерно, да. Ну, и количество конфликтов тоже как бы соответствует размеру счетчика примерно. Почти все значения с конфликтом были записаны. Значит, что делать? Как вообще сохранить разум вот в этом квантовом мире, когда одновременно несколько значений существуют где-то в разных местах и так далее? Ну, собственно, keep track of everything. То есть, это совет из серии все значения должны быть иммутабельные, пронумерованные, уникальные, не нужно их менять, можно их создавать, новые значения, да, и кидать их туда-сюда. То есть, нет такого, что у вас где-то значение хранится, и вы его перезатираете на новое. Или посылаете значение без версии, например, или что-то еще. То есть, каждый кусочек информации, в том числе изменения о чем-то, да, они там нумеруются, ставится какой-то уникальный таймстэмп на них, уникальный айдишник, там, клиента, который провел это изменение, и они начинают летать по сети. То есть, таким образом, как бы все время эта куча растет, ну, вот этих вот кусочков информации какие-то выкидываются, но никогда не заменяют друг друга. И с помощью этого, ну, сейчас у меня здесь, по-моему, ну, да, вот самый такой пример — это хранить версии значений, да, то есть может одновременно существовать версия 7 и версия 6. Это, ну, как бы нормально. Вот. Это самый такой простой способ сохранить вообще разум и сориентироваться в происходящем. То есть, если вы не будете этого делать, вам прилетело значение 32, и вы не понимаете, насколько оно свежее, видел ли я это уже значение, может быть, это retry какой-то или еще что-то, и так далее. Ну, чтобы ответить на эти вопросы, нужно там еще хранить такой достаточно серьезный кусок мета-информации, типа версии, timestamp, юзеров, которые их создали, возможно, предыдущих значений, ну, в compare and set используются предыдущие значения, типа, я последнее, что видел 26, если значение все еще 26 на сервере, то обновида 27. Если нет, ты мне дай знать, и я там, типа, пересчитаю его. Вот. Ну, так в таком, в таком, в такой штуке. Вот. Второй момент, который касается, опять же, проблем распределенных систем и вот этого качественного сдвига в сознании, да, то есть, что нужно начать просто по-другому об этом всем происходящем думать, это то, что время субъективно. И как результат нельзя верить часам. То есть, здесь результат еще немножко более плачевный, чем с данными. Ну, как бы, с данными, как бы, данные никуда не денутся, просто их нужно там штамповать и копировать, да, как можно больше. Вот. А с часами штука такая, что про часы нужно вообще забыть. То есть, в распределенной системе часы нельзя использовать ни для чего, кроме там, ну, примерно, типа, там, показать время, наверное, которое возможно было. Там, для, типа, нельзя их использовать, чтобы определить, какое значение новее. Нельзя их использовать для, там, не знаю, упорядочения событий или еще что-то. Проблема, собственно, в чем заключается? Устройства. Устройства независимые и часы могут расходиться. И никакого контроля над этим нет. И, в принципе, быть не может. То есть, это, ну, теоретически, эта проблема закрыта. Здесь ни для чего нельзя сделать. Поэтому просто нужно забить на это. Вот. Значит, еще один интерактивный график. Значит, что здесь нарисовано? Значит, я сейчас поясню. Это, ну, проблема, как бы, расхождение с часами между вашими устройствами и сервером, на который вы их отправляете. Значит, сверху это uncorrected offset. То есть, это то время, которое было, когда вы нажали кнопку плюс, минус то время, которое было, когда эта операция пришла на сервер. То есть, реально, разница между моментом нажатия у вас и на сервере. И, ну, я не думаю, что, ну, вот как бы, а вот это секунды, да. И здесь вот мы видим, что четыре человека, они где-то на 500 секунд отстают. Ну, примерно там, да. Но большинство в районе нуля. К сожалению, здесь очень большая шкала получилась, поэтому мы не видим детально, что там происходит. Вот. 645 человек, они где-то на 250 секунд часы отстают от сервера. Но я не думаю, что сообщение шло столько времени. Это именно проблема с неправильно выставленными часами. Вот. У кого-то вообще тоже большое количество людей на 7000 секунд вперед идут часы. Это как-то нейроалистично тоже. Вот. Снизу это, собственно, график, где мы, я попытался скорректировать время. То есть, вот у Firebase есть такая фича, он может прикинуть по пингу разницу часов ваших и сервером, да. И когда, типа, вы отправите, он может там сказать, что примерно сейчас на сервере время такое. Независимо от чего у тебя на часах, но на сервере сейчас примерно время такое. И то, как бы, да, ну вот есть вот косяк с вот этими вот 18 людьми, но если бы мы здесь приблизили, здесь бы тоже было расхождение в районе нуля, там плюс-минус 10 секунд бы мы увидели. То есть, даже если пытаться прилагать усилия, скорректировать часы, метки времени, ничего не получится в любом случае. Поэтому про это просто стоит забыть, как бы, использовать другие более надежные способы. Вот. Дальше. Ну, собственно, да, остальная часть заклада – это более-менее такие советы из серии «Как делать хорошо, никак не делать плохо», да, такие достаточно общие. Вот. Один из них – это нормализовывать данные. Нормализация – это, ну, тот, когда вы превращаете там какую-то развесистую структуру с дублированиями в плоскую структуру без дублирования, в революционную, да, когда у вас там нет, типа, ну, юзер ходит в табличке юзера, а линки на него идут там по ID-шнику, например, да. Вот. Почему это важно? Потому что, если этого не делать, то у вас может получиться на клиенте, например, если вы храните ненормализованные данные, у вас может получиться, что одна часть интерфейса отображает там результаты запроса, который выполнился там 5 секунд назад, а вторая часть интерфейса отображает результаты запроса, который 50 секунд назад выполнился, да. И это одни и те же данные, типа, юзер обновил свое имя, и вот в одном углу оно обновилось, а в другом углу оно не обновилось, хотя юзер один и тот же. Вот. Этим страдает, например, GraphQL, да, то есть GraphQL специально сделан так, чтобы получить ненормализованные данные. И сториджи, которые работают через GraphQL, собственно, первое, что они делают, они требуют от вас присвоить ID-шники всему, что есть в этом дереве, развесився там, да, и схлопывают это дерево до одного, ну, до нормализованного состояния. Вот. Использовались маленькие атомарные апдейты, то есть это один из способов борьбы с конфликтами. Ну, с конфликтами, короче, я, да, я уже сказал, что от них никуда не деться. К сожалению, классного решения, как с этим быть, нет. Есть только советы, типа, приложите подорожник вот из этой серии, да, то есть станет получше, но совсем хорошо не станет. Абсолютно, абсолютно хорошо не станет. Вот. Но, тем не менее, это получше, оно существенно, да. Но, во-первых, как бы использовать атомарные апдейты, а не там гигантские, не весь документ, грубо говоря, посылать. Ну, типа, вы там вытащили документ, изменили одно поле, не надо посылать измененный весь документ обратно. Нужно посылать ровно то, что вы изменили, да. То есть если бы я посылал не set value назад, а инкремент плюс один, то там, ну, как бы, значение было бы получше, наверное. Вот. Ну, и апдейты тоже нужно нумеровать, там как-то индексировать и так далее. Значит, использовать реактивные интерфейсы. Здесь, собственно, засада, ну, как бы, бонус этого в том, что если у вас интерфейс реактивный, то окно, в котором может произойти конфликт, оно очень сильно уменьшается, да. То есть, грубо говоря, с обычными, ну, традиционными веб-интерфейсами есть, например, такая проблема, что вы открыли страницу, пошли, там, покушали, поспали, вернулись и продолжили, там, оформлять заказ, грубо говоря, да. Что произошло за этот день, черт его знает, там, все поменялось, да. И это, собственно, как бы, собственно, ну, вот за этот день, там, 800 юзеров могли, там, создать конфликт. Если у вас реактивный интерфейс, и все апдейты пушатся с сервера сразу же, как они произошли, ну, там, там, получается дырка, там, одна-две секунды, да. Вероятность того, что за эту одну-две секунды кто-то произведет конфликтный апдейт, ну, гораздо ниже, да. То есть, мы не устраняем проблему полностью, но мы существенно ее снижаем. Вот. Если вы, ну, знаете, что такое Google Docs, Google Docs, ну, один из примеров вот такого классного коллаборативного приложения, которые вроде как проблему конфликтов решили, да, но они решили ее интересным способом, а именно они очень сильно полагаются на людей в этом смысле. А именно они, ну, как бы, есть такой, ну, как бы, социальный аспект. Если вы показываете, что делает другой человек, что если вы видите буквально, что другой человек рядом с вами что-то пишет, то вероятность того, что вы встанете в это же место, где он пишет, начнете писать там свое предложение, очень низкая, да. Вы, скорее всего, либо подождете, либо уйдете в другое место. Вот. Если бы этого не было, то, ну, как бы, если ты не знаешь, что кто-то сейчас что-то меняет, то вероятность создать конфликт гораздо больше. Вот. Поэтому есть такой, такой социальный аспект, да, то есть помогите людям понять, что они могут кому-то помешать, и они там, собственно, наверное, не будут специально этого делать. Я думаю. То есть никто не хочет специально запороть свой документ. Вот. И второе решение, которое они используют на самом деле, они отключают, вообще говоря, редактирование в режиме оффлайн. То есть Google Docs нельзя редактировать оффлайн, несмотря на то, что алгоритм, который они используют, позволяет редактировать оффлайн. То есть алгоритмически это возможно. То есть они изначально, ну, я не хайплез на том, что, типа, у нас даже оффлайн можно писать. Сейчас они эту фичу специально отключают для всех. Ну, там, можно каким-то способом ее включить, но это, типа, не рекомендуется. Ну, как бы, что происходит? Проблема, опять же, здесь вот, ну, как бы, алгоритмически вы можете придумать способ разрешения конфликтов, да, но, как бы, по-человечески возникает такая проблема, что ты сидишь оффлайн, не знаешь, что происходит, ну, и фигачишь там свои какие-то изменения. Когда ты вернешься обратно онлайн, у тебя произошло 800, ну, там, 700 конфликтов, да, и с этим ничего разумного сделать нельзя. Ты уже создал эти конфликты, теперь, как бы, у тебя два варианта. Либо выкинуть то, что ты сделал, да, либо выкинуть то, что сделал другой человек, с которым ты контакт. То есть, либо ты перезаписываешь своими изменениями, либо мы не можем применить твои изменения, как бы, ну, это ситуация проигрышная в обоих ситуациях. Единственное, что можно с этим сделать, ну, не дать довести до такого вот, такой вот ситуации. Вот. Иногда можно, ну, как бы, можно сделать неконфликтные апдейты, типа лайк, да, типа, ну, окей, лайк, простой счетчик, можно действительно оффлайн, неконфликтно обновить его, и ты никому не помешаешь своим лайком. Это можно абсолютно корректно разрулить, там, да, в этих ситуациях проблем нет, можно это реализовывать, это будет классно, всем будет нравиться, там, в Facebook лайки, по-моему, можно делать оффлайн и так далее. Вот. В более сложных ситуациях, когда действительно какие-то осмысленные изменения, скорее всего, вы поставите себя и юзеров в неудобное положение. Итого. Итого. Значит, что нужно, чтобы сделать грамотную синхронизацию, корректную, надежную, бла-бла-бла, в коллаборативном приложении. Первое. Ну, вам нужен транспорт. Транспорт должен быть декларативным, не императивным, то есть, вы объявляете, что мне нужно, он решает взялся эти проблемы. Важательно, что он был реактивным, то есть, чтобы вы получали апдейты в реальном времени. С данными придется поработать, то есть, придется немножко изменить отношение к данным. Иногда это выливается, ну, даже в такие ситуации, что, типа, ну, мы привыкли, что, типа, если у нас есть юзер, у него есть юзернейм. Да, некоторые базы данных, например, позволяют вам создать несколько значений одновременного юзернейма. Ну, если они пришли с разных веток, может получиться такая ситуация, что, типа, у одного юзера три одновременно имени, и нужно их как-то, там, это уже ваши проблемы, как с ними разрулиться. То есть, ну, здесь, как бы, короче, происходит изменение в сознании, когда нужно поменять свое отношение к данным, данные становятся сложнее, то есть, нужно придумать, как устроить данные так, чтобы хорошая синхронизация стала вообще возможной. Эта же, ну, вот эта вот штука является причиной, почему нельзя, ну, как бы, или очень сложно прикрутить синхронизацию после. Нельзя сделать обычное приложение, а потом хоп, и прикрутить к нему, типа, оффлайн, синхронизацию, коллаборативность и так далее. Это нужно делать, типа, с самого начала. То есть, нужно подобрать такие структуры данных, которые позволят вам хорошо синхронизировать, продумать, как там они будут храниться, как будут эти конфликты разрешаться и так далее. Вот. Это разрешается на уровне данных, от этого никуда не дедутся, к сожалению. Вот. Оффлайн режим. Хорошо, если его можно сделать, но обычно его нельзя сделать в достаточно сложных приложениях. И это, в принципе, нормально. Я думаю, никто не умрет. Сейчас уже с интернетом достаточно хорошо у всех. Вот. Поэтому, да, без оффлайна можно жить, в принципе. Как-то так. Спасибо большое за внимание. Надеюсь, у вас все получится. Надеюсь, вам это пригодится. Еще просто хочу сказать, у меня здесь не было слайдов про мои проекты, но я хочу добавить, что кто-нибудь пользуется шрифтом FiraCode? Вот. У меня есть наклеечки. И там что-то скрипт, короче, еще какие-то. Поэтому можете подойти и взять наклеечки. Вот. Все. Спасибо за внимание. Спасибо за доклад. Мне как раз буквально три месяца назад как раз попал проект, в котором был оффлайн first. И как раз таки там использовался CoachDB, связки с CoachDB, и все это было оффлайн first и так далее. Вот. Поэтому много наболевших вопросов. Первый вопрос это, естественно, как решать проблемы конфликтов, какие использовать стратегии разрешения конфликтов, потому что так или иначе они просто копятся, тупо копятся. Во-вторых, сразу вдогонку вопрос, потому что я услышал, что у вас пользуется Firebase, ну, по крайней мере, здесь, да? И как бы как генерятся ревизии в Firebase? Ну, как бы про Coach-то я знаю, а как в Firebase? Так, первый вопрос был. Первый вопрос про стратегии разрешения конфликтов, второй про связи. Да, да. Значит, с конфликтами, ну, как бы с конфликтами такая штука. Ну, сейчас. Ну, первое, что есть такого классного на эту тему, это CRDT. CRDT это типы данных, которые типа бесконфликтно синхронизируются. Засада там в том, что они очень странные, да, там, это типы типа множества без удаления, счетчик, который растет только вверх, в таком духе. Вот. Если вы можете придумать, как засунуть свои данные в CRDT, то проблема как бы исчезает. Ну, как бы, основная проблема в том, что обычных нельзя там засунуть. Вот. Второе, это, что там, используя версии, можно, можно обнаружить конфликты, да. Тот же comparison set это способ обнаружить конфликт, но не порешать его. Вот. А как их решать? Ну, как бы, мне кажется, что это в основном доменная задача. То есть нельзя общего ответа дать. Там, юзер с двух компьютеров одновременно меняет свой юзернейм, как бы, но тут, даже если подумать, ну, с чисто человеческой точки зрения, не очень понятно, что должно произойти. Поэтому... И такой вопрос, как бы, возникает каждый раз. Окей, юзер там кликает на лайк с двух компьютеров, что должно произойти. Ну, и так далее, да. То есть каждый раз, ну, решение разное. То есть, ну, здесь, наверное, нет общего кода ответа. Вот. А про Firebase, и как в нем ревизии, ну, там, по-моему, нужно самим это делать. То есть он теоретически внутри где-то это все трекает сам, скорее всего, для ваших ключей. Но если нужно прям именно ревизии делать, можно самому, наверное, сообразить. Ну, Firebase, у него вообще нет вот этой модели мультиверсионности. То есть в нем не может быть одновременно два ключа. Ну, у него нет вот этой, что он не сохранит историю изменений и так далее. То есть ты, он как бы update in place. Ты записал значение новое, он заменяет старое всегда. Но можно это сделать. Здесь, здесь используется event sourcing, то есть я каждый event добавляю в конец. То есть у меня, ну, лог ивентов только растет. Здесь нет ревизии вообще. Ну, как-то так. Спасибо за доклад. Здорово. Я хотел спросить. Ну, я больше бэкэнд, но сразу возникло предложение, что почему не решается эта проблема конкуренции и прочего через очереди. RabbitMQ и другие системы очередей принимают все, что посылают с любого устройства, а потом уже сами дальше это пропихивают. Вот понятно, что с данными нужно работать. Данные должны быть вот такие нормализованные и прочие, добавленные метаинформации, все нужно. А почему там не решаются на бэкэнде все эти проблемы? Ну, почему? Они на бэкэнде решаются, да? То есть в сторидже или в очереди. Там не очень принципиально. Очередь это просто способ собрать как бы операции. Это такой же транспорт, как и там в AppSocket, например. Как бы первая, ну как бы простая часть, это взять вот кусочек апдейта с клиента и каким-то образом донести его до места, где будет приниматься решение. Это простая часть. Там может быть очередь, там может не быть очереди, это не важно. Вопрос в том, как вот это решение потом будет приниматься. Поэтому вот так. Так, успеваем еще один вопрос задать. Есть вопрос? И еще один вопрос. Это ты сказал, что на времени лучше не основывать свои решения конфликтов, вообще как бы, ну, забыть о времени. Тогда какой фактор использовать для решения конфликтов вместо времени? Ну, или вообще какой фактор использовать для понимания, что новее, что старее? Причинность. То есть, да, ну, есть такие штуки, как VectorClock, да, и, ну, вообще как бы, ну, причинность. То есть, смотри, у тебя каждая версия, которая существовала у значения, она пронумерована. Тебе приходит, ну, и ты хочешь обновить это значение, ты записываешь, что я обновляю его, но этот апдейт делался на версии такой-то. То есть ты присваиваешь новую версию и записываешь, какая была старая. Вот. И вот это вот, скажем так, вот эта вот зависимость, да, она всегда будет верна. То есть, если ты видел старое значение, значит, ты видел все значения до этого, да, грубо говоря. Вот. Эти ветки могут расходиться параллельно, то есть, может одновременно 2-3 человека создать такие апдейты. Примерно так же, как и, ну, как в теории относительности, на самом деле, смешно уже, но там тоже единственное, что, о чем ты уверен, там, в разных системах отчета, что если какое-то событие вызвало какое-то другое событие, это будет верно, вот это отношение, одно случилось после другого, оно будет верно в любой системе отчета. Так же здесь. И ты вот таким образом трекаешь, типа, что произошло после чего. Не в смысле тайминга, да, а в смысле просто, типа, была версия 1, после нее пошла версия 2. Потому что 2 больше 1. То есть, это получается как раз, как сказать, рукопожатие на ревизиях. То есть, как бы, ты говоришь, что у меня есть ревизия такая, я хочу обновить такой ревизии. То есть, ну, как бы, если твоя предыдущая ревизия совпадает с той ревизией, которая есть на сервере в базе, то, как бы, у тебя происходит обновление. Ну, да, да, да. Тут возникает, опять же, проблема как раз с конкуренцией, и, как бы, эту конкуренцию нужно решать каким-то фактором. А каким фактором, если не временем, то, как бы, опять же, не становится непонятно. Да, ну, да, ну, как бы, смотри, время можно использовать, если, допустим, стратегия last right wins, да. То есть, у тебя пришло 2 конкурентных апдейта, оба человека меняли там юзернейм, и здесь действительно у тебя, наверное, ты хочешь сохранить последнее, потому что, ну, реально, как бы, объективно нет какого-то способа еще. Да, окей, для этого можно использовать время. Кто последний, тот и папа получается. Что? Кто последний, тот и папа, в принципе. Ну, да, 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 типа того. То есть, вот в этой ситуации это именно, ну, просто по логике это именно то, чего ты хочешь. Опять же, это не очень надежно, ну, это не абсолютно надежно, да, то есть, возможно, что у него на мобильном телефоне часы отставали на 2 минуты, хотя он по факту сделал это, типа, позже. Вот. Но, как бы, да, для этого время подходит, в принципе. Все, спасибо. Всем жетона даем. Еще один вопрос? А? Еще один вопрос? Нет? Окей, окей. Чей лучший вопрос? Кому жетон? Не знаю. Ну, вот, как бы, у нас давай... Всем? Всем, да, конечно. Все, кто задал вопросы за жетонами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!